Предоставить хотел бы слово нашему брату, который приехал к нам, обрадовать нас своим ва'за, насихатом и своим присутствием. Имам Захурской долины, Иллар Хаджи Сулейманов. Пожалуйста. Алхамду лиллах. Ассалату вассаламу аля Мухаммаду аля алихи и асхабих и аджмаин. Ассаламу алейкум и рахматуллахи таалла в баракату. Я тоже присоединяюсь к тем поздравлениям, которые наши братья сказали здесь. Пусть Аллаху таалла нас удостоит, дорогие братья и сестры. Дорогие братья и сестры, религия, ислам, не каждому дано, чтобы он находился в исламе, не каждому дано из 8 миллиардов, да, около 8 миллиардов человек на земле. И среди них, да, можно сказать, да, 2 миллиарда или полтора миллиарда, чуть больше полутора миллиардов мусульманин. И даже сейчас посмотрим в нашем районе сколько людей, и вот сколько людей Аллаху таалла сделал, чтобы все здесь собрались. Это религия, тот нирмат, который Аллаху таалла нам дал. Мы должны в первую очередь воздавать Всевышнему Аллаху хвалу за то, что Аллаху таалла нас наставил. Так как в Уране Аллаху таалла говорит, Смысл, короткий смысл этого аята, Аллаху таалла говорит, что если вы будете благодарны мне, я еще больше буду увеличивать вам те нирмат и те блага, которые я могу дать, говорит. И если мы будем благодарить Всевышнему Аллаху, если мы будем бояться, что мы потеряем религию, тогда у нас религия, она останется, тогда мы будем исламем. У нас, дорогие братья, у нас бывает, да, у каждого, да, везде у нас бывают ключи. У нас у каждого машины бывают ключи, да, вот, скажем, да, везде дома бывают ключи, офисы бывают ключи, дома еще в нескольких местах, комнатах бывают ключи. У нас тоже в религии должны быть ключи. Что попало, наши сердца нельзя пускать. Что попало? Мы должны бояться, что нашу религию, что кто-то зайдет, кто-то испортит, кто-то наших детей, наших родных и близких. У нас как бывает, мы когда машину закрываем, дорогие братья и сестры, мы еще раз проверяем, закрыл ли, даже я свою старую машину, 20-летнюю, проверяю, закрылась ли она там, багажник проверяю. Мы тоже вот так должны беспокоиться. Эта машина, это дом, это офис, их можно по сравнению с религией без ключа тоже оставить. Но эта религия, мы, где попало религию, не должны брать, дорогие братья и сестры. В каждом попавшем сайте, в каждом попавшем социальных группах и так далее, в сообществах мы видим таких людей, которые там где-то за 3-9 земель, человек в розыске находится, он, этот человек, ролики смотрит, руки берет у него. Как можно так брать? Пророк, саллиллаху алейкум, говорит, религию, коротко говоря, пророк, саллиллаху алейкум, говорит, религия, она должна браться из уст в уста. И вы смотрите, у кого берете эту религию. Человек, который своих учителей обвиняет в ширке, в язычнице, разве мы можем его сделать нашим учителем? Это же неправильно, дорогие братья. Религия идет от пророка, саллиллаху алейкум, ангел Джабраил. Когда пророку, саллиллаху алейкум, первую, в 40-летнем возрасте, пришел ангел Джабраил, саллиллаху алейкум, пророку, саллиллаху алейкум, в пещере Хира, и с тех пор начал отправлять в течение 23 лет аяты пророка, саллиллаху алейкум, к нему. И вот так этот учитель ученик. И дальше пророк, саллиллаху алейкум, вот так своих асхабов учил. Те своих, те вот так, вот так, вот так, до наших предков дошло. Наши предки тоже не как там у кого-то брать. Допустим, я, допустим, учусь, у меня свой учитель есть. Тот у того свой учитель есть. Так, дальше, дальше, дальше идет. До самого пророка, саллиллаху алейкум, эта цепочка идет. Мы должны знать, какой учитель, который достоверный, мы учим, это идет от пророка, саллиллаху алейкум, саллиллаху алейкум. Поэтому, дорогие братья и сестры, пожалуйста, смотрите, не ставьте, не открыте сердце свое, не оставляйте для каждого заблудчивого человека. на сегодняшний день дорогие братья и сестры очень страшно бывает даже когда в интернете что-то открываешь что-то там кто кто-то говорит там это беда это там заблуждение это там вообще нету нету году человек говорит что пророк салала ассаба тоже не делали год мавлид мавлид не делали год и доказывает что вот пена во рту нет не было говорит сейчас посмотрим дорогие братья что такое мавлид коротко хочу сказать не хочу ваше время тоже задерживать что такое мавлид вот здесь мы называем это мавлида жда мачлис или так далее мы здесь что делаем начались чтение курана чтение курана красивого чтения курана начали разве куран пророк салала сам не читайте не говорю что ли везде читайте пророк салала сам только места определил где нельзя читать куран грязных местах на дорогах так далее здесь тоже читать нужно и дальше мы здесь рассказываем о религии разве пророк салала запрещал говорить о религии. Говорит, обязательно говорил. Потому что пророк, салаллаху алейкум, говорил, смысл этого хадиса, пророк, салаллаху алейкум, говорит, обязанность каждого мусульмана и каждой мусульманки является изучение знаний. Если мы не изучаем, тогда нам обязательно даже присутствует на таких мероприятиях. Ни суннат, ни нежелательность, а даже обязанность. Здесь, может, кто-то слышал такие вещи, которые не слышали ранее. Это знания, дорогие братья. Пророк, салаллаху алейкум, говорил, даже если вам нужно будет, придется идти до Китая, а Китай, Мекка, Медина, они далеко находятся дальше, нам тоже, да, Китай. Даже нужно будет идти до Китая, пророк, салаллаху алейкум, говорит, идите туда, изучайте знания, говорит. Нам, аль-хамду лиллах, нам не нужно, аль-хамду лиллах, идти до Китая. У нас есть достоверные источники знаний, у нас есть достоверные места, где можно и газета, ас-салам, аль-хамду лиллах, другие сайты, которые, муфтиятам, которые, алимам Дагестана, которые переводятся, которые на протяжении многих веков эти книги преподавались, это на доступные языки, на родные языки переводятся, на русские языки. Эти нужно черпать, дорогие братья и сестры, нельзя оставлять. Пожалуйста, не оставляйте свои сердца открытыми. Открытыми не должны быть, дорогие братья. Эта религия очень ценная вещь. Мы каждый день должны бояться за своих детей, за свои сердца, что мы заблудимся, попадемся под какие-то влияния и так далее. Наш Уран, наши хадисы пророка, салалам алейкум ассалам, используют против нас, дорогие братья, когда мы не изучаем это, когда мы не ценим эти плохие враги ислама, используют против нас. Я часто сталкиваюсь с таким моментом, когда несколько человек собираются, земляки и так далее, в религии, когда что-то говорим, один начинает спорить, это неправильно, это битва, это то, все. И другой, третий человек, который не так уже в религии, он говорит, оставьте религию, оставьте, алмагалы бывают здесь, споры бывают. Вот враги ислама заставили нас не говорить об исламе, наших обществах, наших даже социальных группах. Враги ислама так заставили, что это нельзя, это нельзя. Это почему, дорогие братья, происходит? Потому что мы не изучаем религию нашу, не изучаем тот путь пророка, саляллаху алейкум саляллаха, который он завершал. Изучайте знания, даже начиная от колыбели до могильной плиты, пророк саляллаху алейкум, говорил, пусть Аллаху Тааля нас сделает из тех людей, которые изучают знания. Каждый день, каждый день, дорогие братья, вы знаете, каждый день, если мы про религию что-то не узнали, об этом дне, мы будем жалеть в судный день. Каждый день что-то надо знать. Вот сегодня про намаз что-то научился. Вот завтра про омовение что-то, одну букву научился. Поэтому, дорогие братья, пусть Аллаху Таалу нас сделает из тех людей, которые изучают знания, которые следуют этим знаниям. Так как пророк, салаллаху алейкум, говорил, что эта религия держится на знаниях. И эту религию, дорогие братья, мы должны ценить и воздавать Всевышнему Аллаху хвалу, что есть у нас такая религия. Баракаллах, дар хаджи. Спасибо.